О ситуации на детской площадке вблизи дома номер 3 по первой радиальной улице мы узнали от нашей телезрительницы Татьяны, которая оставила свою записку в палатке «Видное ТВ» во время празднования 90-летия Ленинского района и Московской области. Внимательно изучив обращения и вооружившись поддержкой инспекторов Госадомтехнодзора, мы решили сами убедиться в изложенной здесь проблеме. Неисправные игровые элементы, разрисованные информационные щиты, мусор из-за отсутствия урн. Замечаний у сотрудников Госадомтехнодзора по этой площадке немало. Мне не понравились очень качели-лошадка, они очень плохо закреплены, значит нужно отремонтировать. Затем на горке и на комплексе игровом отсутствует крепление на игровом элементе, на горке и на игровом комплексе. Затем на качелях отсутствует оплетка у гибкого подвеса, она необходима. По всем замечаниям, баланса содержателю этой детской площадки будет направлено уведомление об устранении неисправностей и выписан штраф для юридических лиц в размере от 30 тысяч рублей. Еще одна проблема, которая сильно волнует местных жителей, нависающая над игровой зоной крона старого тополя. Тополь – это такой хрупкий материал, дерево, который в любом интервью, вот сейчас вот такие передачи, я сам даже смотрел, столько падает, столько жертв таких бывает, и именно вот эта гнилушка. Здесь дети, вот этот какой-то, ну, ветер какой-то случайный или какой-то там пары наклонил, надавил и капец. Здесь, не дай бог, конечно, упаси бог, но может привести к неприятностям. Удивительно, что специальное прорезиненное покрытие на площадке есть, и видно, что оно новое. А почему не починили игровые элементы – вопрос остается открытым. Радуют местных жителей и лавки, которых здесь две, а вот урн нет. Сплошные парадоксы. Люди устали убирать мусор сами, ведь не все дети настолько сознательны, чтобы донести банки или фантики до мусорного бака. Систематический мусор, да, то есть я вообще, в принципе, дворников не вижу никого. Там постоянно в большей степени не дети, а молодежь, либо там бомжи на этой площадке. Там разжигают костры, я вот неоднократно выносила вот эти мангальные зоны. Я не вижу вообще, что кто-то там когда-то убирался. Хотелось бы, если мы платим деньги, чтобы это как-то, ну, хоть что-то там убирали. На первый взгляд красивый и ухоженный двор на первой радиальной улице при ближайшем рассмотрении оказался не таким уже комфортным. Территория явно требует внимания соответствующих муниципальных служб. Юлия Погосян, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ.